Привет! В этом видео я покажу вам, как сделать такой макияж, который я любила в прошлом году делать невестам. Наношу тон кисточкой и растушевываю спонжем. В этом макияже я буду много использовать продуктов от косметики Шик. Кстати, один из лайфхаков, который я использую для того, чтобы тон простоял как можно дольше, я не наношу увлажняющий крем в качестве базы, а подбираю хорошо тоник. Использую кремовый скульптур для моделирования лица в оттенке 1. Я всегда работаю на кремовых текстурах в основе для того, чтобы цвет в течение дня никуда не пропал. И румяна тоже использую кремовую в данном случае. Наверное, вы наблюдали такую ситуацию, когда вы наносите сухие румяна, и в течение какого-то короткого времени они с лица куда-то исчезают. Так вот, поэтому я использую кремовые, чтобы они точно никуда не делись. Наношу их на щечки, на лобик, немножко на носик, и если открыто декольте, туда тоже захожу. Для межреснички использую стойкий карандаш черного цвета в оттенке 01 Passion. Забегая вперед, хочу сказать, что это единственный черный цвет, который я буду использовать в данном макияже. Брови заполняю карандашом для бровей в оттенке Taupe. Этот карандаш довольно универсального цвета, подходит практически всем, кроме жгучих брюнеток. Использую консилер от Chic для бровей в карандаше, для того, чтобы высветлить пространство под бровями. Таким образом я как будто бы немножко бровь выделю. Также наношу его во внутренний уголок глаз. И хорошо растушевываем. Можно растушевать кисточкой, а можно пальчиком. Здесь должна была быть музыка, но музыки нет, простите. Можете услышать, как я завариваю себе утренний кофе, для того, чтобы выложить это видео. Использую жидкие тени для век от Chic в оттенке 6, наношу их на все нижнее подвижнее века и на верхнее до косточки. Кто меня знает давно и наблюдает, знают, что я использую кремовые тени всегда в макияже в качестве базы. Это самое быстрое и лучшее решение для того, чтобы ускорить технику мейка. А вы расскажите, какие базы используете для своего каждодневного макияжа, либо для работы. Мне будет очень интересно почитать и поболтать с вами на эту тему. Верхняя века заполняю плоской кистью и растушевываю кистью для растушевки. На этом этапе, когда я наношу кремовые тени, я создаю форму для дальнейшего макияжа. Если глаза более-менее классической посадки, то я заполняю все пространство нижнего и верхнего века до косточки. Если глаза более близко посажены, то я не захожу тенями так глубоко вовнутрь. А если захожу, то потом высветляю. Если глаза круглые и большие, то я стараюсь придерживаться ресничного края. Нижнюю водную линию я затеняю карандашом стойким от шик в оттенке Muse номер 3. Это мой любимый карандаш для нижней слизистой. Он создает такое завершение и не делает очень ярким акцент. Тоже стойким карандашом, но такого сливового оттенка, очень красивого, я буду делать стрелку мягкую растушеванную. Этот карандаш сделает стрелку стойкой. Но с ним нужно работать быстро, потому что он фиксируется практически сразу. И нужно все равно его продублировать тенями. Аккуратно, по чуть-чуть задаю направление стрелки карандашом и вытягиваю его кисточкой. Тени для того, чтобы карандаш зафиксировать и смягчить, я выбрала похожего оттенка, но тут не принципиально, можно взять любые. Использую спарклы от Charlotte Tilbury в оттенке Pillow Talk. Они очень красивые, создают эффект влажного века и добавляют акцент макияжу, немножко праздничного такого эффекта. Это то, что я наношу пальцами, иначе не будет так хорошо приклеиваться к теням. Когда макияж глаз практически готов, я использую консилер для того, чтобы зачистить пространство под глазами, убрать лишнюю форму и добавить контраста макияжа за счет высветления. Для того, чтобы консилер не собирался в складку, я его наношу, во-первых, под нее, а во-вторых, я наношу в тонком слое и до этого не гружу кожу кремами и всякими масками-патчами. В данном случае я использую стойкий жидкий хайлайтер, но если мы не можем его растушевать на коже хорошо, используйте сухой. Все сухие текстуры добавляют стойкость в том числе. Наносим тушь на ресницы. Я люблю туши с резиновой кисточкой, которые не очень дорогие, потому что у меня это очень большой расходный материал, и я их очень часто меняю. Если я не хочу перегружать макияж и делать девушку старше, я не буду сильно делать акцент на губах, так как у нас есть уже глаза. И я в этом случае наношу просто бальзам, либо блеск на губы. Все. Ну вот, образ готов. Я немножечко залезала волосы, чтобы создать такой строгости сексуальности и элегантности. Как вам мой подробный урок макияж и образ в целом. Расскажите ваши впечатления, задавайте вопросы, подписывайтесь на нас в инстаграм. Всех люблю. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok